Большая просьба, друзья, во всех группах, всем друзья, во всех группах таксистов, разошлите, пожалуйста. Если вы сейчас так нуждали, то напишем в общей группе, нужно будет просто пораскидывать, разговаривайте с людьми, говорите о том, что вы хотите. Сегодня до скольки мы не катаем. Сегодня я сейчас... В самом надежном парке Москвы появились новые «Октавия» и «Рапид», а также есть возможность для подработчиков. Кратковременная аренда. Телефон на экране и в описании. Звоните, обращайтесь. Всем привет, дорогие коллеги. Мы на канале про жизнь таксиста. Вчера в Сереговом Посаде состоялась встреча водителей, в 6 вечера она состоялась на парковке торгового центра «Карусель». Ребята встретились и поговорили. Они недовольны политикой «Яндекс.Такси». «Яндекс.Такси» урезал минималки. «Яндекс.Такси» поднял процент, который берет за свои информационные услуги. И, соответственно, «Яндекс.Такси» является в той агломерации монополистом, и он диктует свои условия. Ребята хотят свои интересы пролоббировать, хотят, чтобы все ближайшие города, которые есть рядом, не приезжали. В понедельник начнется второй этап забастовки с 6 утра до 10 вечера. «Серег, смотри, блядь, вот оно единство таксичного сообщества, ебать. Смотри, нахуй, что происходит. Все стоят, нахуй, и я буду стоять, блядь. Но это не стадо, блядь, это единство, братан. Тут, блядь, человек 50, наверное, собралось. Больше, нахуй, 60 машин. Смотри, нахуй, все встали. Все, других вариантов нет. Вопросов нет. Если их сделать в переурочке, то тебе... Смотри, Серег, единство, как называется. Говорят, таксисты недружные, блядь. Мари, ебать. В 9 часов у них встреча для того, чтобы обсудить какие-то насущные моменты. Может быть, они решат, что нужно альтернативный агрегатор запускать. Не запускать новый агрегатор, а пойти к... В 9 утра они решили собраться и обсудить этот вопрос. Они хотят запустить альтернативный агрегатор, который уже существует. Есть варианты присоединиться к Максиму, Индрайверу. И, может быть, даже запустить Ситимобил. Соответственно, когда в Монополист начинает прикручивать гайки, люди перестают зарабатывать. Люди гоняют на подаче по 6-7 километров. У ребят в этом городе со всех сторон их железная дорога. Соответственно, на переездах приходится стоять. То есть, те условия, в которых сейчас работают ребята по Яндексу, они стали невыносимы, и люди собрались и объединились. И команда бойкотирующих Яндекс.Такси выдвинула уже свои требования. Первоначальные. Это возврат минималок в город Сергиев Посад. Второе. Вернуть прежний процент Яндекс.Такси 14.5. Сейчас он около 20. И увеличить стоимость поездки до 30 рублей за километр. Уменьшение дальности подачи до 3 километров. Все, кто с Сергиева Посада, кто не в курсе был этой ситуации, вот сейчас у вас есть возможность присоединиться к ребятам для того, чтобы отстаивать общие интересы. Все, наверное. Нас попросили об этом рассказать. Мы рассказали. Если какие-то вопросы и пожелания тем же самым ребятам в Сергиев Посаде, хотите, может быть, распространить эту информацию, делайте репосты. Если хотите оставить свое сообщение, то оставляйте сообщение под этим видео. Замечу, у Яндекса очень сильный менеджерский штат. И они сейчас постараются расшатать баркас. Они будут рассказывать, что всех отключат, что люди, которые попали в кадр, их отключат от заказов. Ребята, это ваше общее дело. Вам там работать. И в тех условиях, в которых вы сейчас работаете, вы сейчас все поднялись. На вчерашний день вечером приехало около 100 автомобилей. Соответственно, собраться вы можете. И, соответственно, вы можете отстоять свои интересы. Будем за вас болеть. Удачи! Вообще, я даже тенденцию заметил, что пиков меньше, цены как-то снизились значительно. Я не знаю, с чем это связано, но это общая тенденция. И, возможно, где-то нашим коллегам, водителям такси, в других городах тоже стоит задуматься, как поменять эту ситуацию. Потому что такие города крупные, как Москва, естественно, здесь никого объединить не получится. А вот в более таких небольших городах, где практически все друг друга знают, как мне кажется, шансов больше. Еще раз посмотрим на активную позицию монополиста. Он обманывает людей. Он ставит одну цену пассажиру, другую цену ставит водителю. И, получается, еще и задирает процент. Яндекс, получается, ведет грязную политику. И нужно с этим что-то делать. Как-то надо бороться. Не всем же ездить в город, в Москву, и работать там. Да, это большая усталость, большой пробег. Это большая аварийность. И давайте объединяться. И плюс еще хотел сказать, что Яндекс каждый год отчитывается по своим прибылям. Прибыли растут, а водители такси, которые зарабатывают ему деньги, они нищают. Задумайтесь. Здравствуйте, Эдуард. Меня зовут Любовь. Уже добрый вечер. Мне пока удобнее общаться не с сообщениями, с голосовыми сообщениями, так как я за рулем. Да, у нас было собрание, я это больше так называю, на котором мы решили, то, что в понедельник мы также соберемся, надеюсь, у нас уже будет больше, с включенными агрегаторами по кнопке «Занят». В понедельник в 7 утра мы включаем агрегатор и ставим кнопку «Занят» до 22 вечера. Потом в 9 утра у карусели в Сергеевом Посаде мы собираемся, опять я назову это собранием, якобы не вызвать у правоохранительных органов опасения и так далее. Мы обсуждаем рабочие моменты. Мы не бастуем, мы не стоим с транспарантами, мы располагаемся на парковке, на большой никому не мешаем, никого не беспокоим, просто обсуждаем рабочие моменты, зачитываем требования, которые я еще не составила, у меня еще не было времени. Вот. Нужно еще подготовить и юридически, правильным языком написать письмо, у нас будет адресовано в «Яндекс», что мы не согласны с работой «Яндекса», мы не согласны с теми условиями, которые нам выдвигает «Яндекс». Вот. И, соответственно, за подписью там всех водителей мы заказным письмом отправим в «Яндекс». Опять-таки, если это будет сме освещать, надеемся, что все равно до «Яндекса» дойдет. Ну, пока что вот такие у нас действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...